Величественный звон колоколов собора Рождества Пресвятой Богородицы сменяет молитвы мулы в стенах центральной мечети в Старом Сараево. Древняя синагога соседствует с главным католическим собором страны – столица Боснии Герцоговина, город, который олицетворяет место встречи культур Востока и Запада. Чуть в стороне от пешеходного центра проспект Маршала Тита здесь день и ночь горит вечный огонь памяти воевавших в годы Второй мировой. Война, которая оставила неизгладимый след на Балканах, не случайно. В год 75-летия освобождения стран Восточной Европы от нацизма в Сараево открылась выставка «Путь к победе». Исторические источники свидетельствуют. В экспозицию вошли архивные документы и фотографии, которые историки тщательно отбирали специально для этой выставки. Материалы наглядно иллюстрируют, как в годы войны взаимодействовало советское и югославское командование. Приведены документы о создании и подготовке югославских частей на территории Советского Союза, переписка Сталина и Тита, информация о совместных боевых действиях Красной Армии и Народно-освободительной Армии Югославии. Это путь победы, который говорит о Югославии, говорит о тех событиях, которые происходили здесь, в том героическом пути, который прошла здесь Советская Красная Армия. И, конечно, партизанские отряды Югославии. Это Сутевска, это Нелитва, это освобождение Банилуки, освобождение Сараева. Для молодого поколения, которое присутствует здесь, это кусочек истории, кусочек истории, который связывает 41-й, 45-й год с сегодняшним временем. Ответом на появление в Югославии Народно-освободительного движения становится массовый террор против мирного населения и организации концлагерей. В ходе операции немецкого командования до тла сжигались сотни деревень. Противостояние оккупантов и Народно-освободительной Армии Югославии продолжалось 3,5 года. И с приближением Красной Армии к югославской границе только ошесточилось. Югославия была одной из тех частей Европы, где партизанское движение, партизанская война с нацистами началась тогда же, примерно когда нацисты вступили на землю Советского Союза. И для Советского Союза очень важное моральное значение имело партизанское движение в Югославии. Сейчас, когда меняются поколения, и многие вещи, которые для моего поколения были очевидны, мы должны заново о них говорить, мы должны о них говорить новым языком, языком документов. И, конечно, мы их должны нести в те части Европы, где вот этот уход памяти, какая-то ее деформация идет очень активно, к сожалению. В операции по освобождению Белграда, да и всех Балкан в целом, советские и югославские войны сражались вместе. За 1944 год народоосвободительная армия Югославии получила от Советского Союза сотни самолетов, десятки танков, зенитные орудия и минометы. Вся эта помощь оказывалась нашей страной безвозмездно. Вообще местное население и спустя 75 лет помнит и ценит роль Красной Армии в разгроме нацистской Германии. Очень важно, что в Сараево проводится такая выставка. Люди должны знать о том, что на самом деле происходило 75 лет назад. Наши народы вместе боролись с фашизмом. Эта выставка небольшая, но очень информативная. На каждом стенде фотографии и документы, которые свидетельствуют о событиях тех лет. В 1944-1945 годах Красной Армии были полностью или частично освобождены территории девяти европейских стран. Румынии, Болгарии, Венгрии, Югославии, Польши, Чехословакии, Австрии, Дании и Норвегии. Советский солдат пришел в Европу не как мститель, а как воин-освободитель. И за эту свободу было заплачено дорогой ценой. В ожесточенных боях Красная Армия потеряла свыше трех миллионов солдат и офицеров. Треть убитыми. С каким багажом советский солдат подошел к границе, что у него было за плечами. Он видел все эти беды, видел всю трагедию нацистской оккупации. Советский солдат-освободитель нес другим странам, другим народам мир и свободу. Советский солдат не устанавливал в европейских странах советские порядки. Цель была в одном. Завершить разгром нацистской Германии. Задача этой выставки в том, чтобы люди, которые придут сюда, а мы видим, что таких людей немало, они на основании документов, фотографий составили бы себе представление о том, что 75 лет назад было на самом деле. Кто на самом деле освободил Европу от нацизма. Кроме того, во время визита в Боснию-Герцеговину делегация исторического общества провела встречу в парламентской ассамблее и посетила университет в Восточном Сараево. В ходе беседы с ректором и руководством вуза стороны договорились о дальнейшем расширении сотрудничества. Кроме того, одним из итогов визита российской делегации в Боснию-Герцеговину стала договоренность о проведении выставки и в городе Баня-Лука, крупнейшем деловом и экономическом центре страны. И это, пожалуй, самое лучшее доказательство того, что подобные проекты действительно вызывают здесь большой интерес. Служба информации Российского исторического общества.